Сможет, какие вопросы какие есть? О душе, о вечности, о жизни. Да почему вопросы? Просто желаю поговорить. Ну давайте, говорите, я послушаю. Только ни одного слова худого не говорите. Договорились? Ну я понял, постараюсь. Чтобы не матерились, ни одного слова никакого, ни сенсорного, не говорили. Ну я поэтому говорю, и я постараюсь. Я слушаю. Пожалуйста, говорите. А откуда сами следите? Город Барнаул, Алтайский край. Я так понимаю, не близко. Что понимаете? Я говорю, я так понимаю, что не близко. Ну я не знаю, вы-то где находитесь близко. Я скажу близко. Где вы где находитесь? Балтийск. Балтия? Балтийск. Балтийск? Это на Балтийском море там, да? Ну так это далеко. Ну конечно, до Москвы 3300 километров от нас. Ну от Москвы теперь, считайте, до Санкт-Петербурга сколько? Ну от Москвы, да, именно до сюда составляет почти 2000 километров. Ну вот видишь, далековато, конечно. Ну вот Господь позволяет нам встретиться, поговорить. Ну да. Ну чем занимаетесь? Проповедью. Вот здесь люди приходят на грех, на блуд. Это единственное место в интернете, где только для блуда установлена вот эта рулетка. Вот. И тут... Нет. Тут, конечно, разногласие. Дело в том, что кто-то желает просто пообщаться, а кто-то начинает вот это вот всякую пакость. Тут не с кем общаться, безбожники. Безбожники. Нет. Ну я тут не сказал, это где-то один на миллион человек, которые желают просто пообщаться. То есть без всяких приколов, так и всего прочего. А вы к таким относитесь, которые желают пообщаться? Я не знаю, раз сумму. Или чужую жену ждете раздетую? Ну, в армии нет жены, я вам больше скажу. Ну, это дело другое. Это вот поэтому мы сюда пришли, чтобы людям возвестить о суде Божьем. Что Иисус Христос умер за грехи людей и ждет с покаянием. И кто не будет веровать, осужден будет. Вот мы для этого... Это конечно. Я уже 50 дней здесь нахожусь. В смысле у себя в Алтайском крае, да? Здесь, в Чиатрулетке. Вот здесь вот, вот здесь вот мы тебе... Я им говорю о Боге. Я понял. Чтобы люди не грешили, примирились с Богом. А они не думают об этом. Но все равно поймите одно то, что если человек сам не захочет, ему свои мозги не отдашь. Это в любом случае. Ну, правильно. Но он должен услышать, что есть путь-выход. А куда он пойдет, если ни разу не слышал. А все равно им всем без разницы. Даже тот, кто слышит. Пока человек сам не осознает, это будет поздно. Правильно это все. Но мы не знаем, когда зерно даст сход. Вот человеку сказали. Он не знает. Ну, кто убивает людей подряд. Кто? Николай Иванович Ежов. Ежовщина была. Но ему он расстрелил верующих. И кое-кто, что успели сказать. И вот теперь его арестовали. Теперь он приговорен к смерти. И он говорит, есть Бог. Я все делал, как Салин говорил, расстреливал. А значит, Бог меня наказал. Теперь меня расстреляют. А теперь слово, которое говорили, оно приходит. Он уже шепчет, Господи, прости меня. Сказать один раз надо. Это зерно будет там. Вот человек, ну, он с бабушкой жил. Он про себя рассказывает. Я сотрудничал в тюрьме 18 лет. У меня опыт большой. Я сам в пяти тюрьмах сидел, за слово Божие. И меня заключенные принимают очень горячо. Знают. Я знаю, что, о чем они думают. И он говорит, вот приговорили к смертной казни. А тогда еще меморандума не было. И он, я говорит, сижу каждый шаг ночью. За кем? Соседние камеры вывели. Значит, следующий я. Нет. И он сидит уже второй год. Я, говорит, не знаю, что думать. И стал припоминать. Бабушка, я ходил в церковь, и она считала молитву. И отче наш, сущий на небесах, дальше не помню. Я готов себя разорвать из груди и вытащить все. Что дальше? И он, даже не встретившись ни с кем, в конце концов, молитву вспомнил. И стал молиться. Господи, прости, я виноват. И ему пришлось помилование. Заменили там 20 лет далее. Ну, смысл в том, что человек пока сам не осознает. Да. Раз он хочет, он исправится. Не захочет. Ну, он от бабушки слышал что-то. А если ничего нет, он уперся рогами-то и сидел бы. Ну, расстреляют, расстреляют. Как щекотило. Взяли Андрея, щекотило-то. Сколько за ним? 78 человек убил? В мирное время. Это да. Поэтому главная задача для человека в жизни – родиться свыше от Бога. Получить второе рождение. И жить, будучи движимым Духом Святым. По-божьи. Исполнять ревность на заповеди Божьи. А остальное все – это просто прикладное искусство. Да. Но все видите, как порядок получается. Только когда приспичит в задницу петух клюнет, то тогда начинается... Ну, в общем, так бывает, так бывает. Я вот к Богу обратился, в 23 года Евангелие получил. А что у вас было? Ну, трудность? Какая трудность? Я в морфлоте работаю. У меня отличное... Хоть в космонавты посылают. Здоровье. Я работаю. У меня перспектива большая. Я только что добиваюсь разрешения три курса сдать за год по выбору комиссии на трех языках. Все предметы. Ясное дело, что я здесь не буду сидеть. И в это время мне в руки попадает Евангелие. Я склонился молиться. И когда я встал после молитвы, ну, не больше минут 20 молились, я на себя мысленно смотрю, кто становился на колени и кто встал. Это абсолютно разные люди. Совершенно. Я только на корабль возвратился и первому матросу говорю, живем неправильно. За нас Христос умер, а мы что делаем здесь? Меня Бог спас в жизни. Я с детства верующий был. Ни разу ничего матерка ни одного не сказал. Спас меня от женщин. От воровства. Этого не было. И несмотря на это, я всегда знал, что я буду в аду грешник, пока не узнал, что за меня умер Христос. Он взял мою вину на себя и говорит, попроси прощания, я тебе все прощу, потому что за твой грех я ответил уже. Вот это ни один мусульманин этого не знает. Мы с Богом. У нас Спаситель Христос, а у них нету. Ни у кого нету. А у нас есть. Мы христиане. Мы приняли Христа. Это да. А вы наши ресурсы знаете? В смысле? Ютуб. Во свете Библии. А запишите. 14500 роликов у нас. Во свете Библии. Вот запишите. Во свете Библии. И рядом напишите. Игнатий Лапкин. Это я. И вы войдете в него сразу. Ютуб. Понял. А если вы запишите во свете Библии и сайт. Зайдете на наш сайт. Там кинофильмы про нас. Мои книги. Наша работа. Я отвечаю на 4124 вопроса. С правой стороны. На 55 папок. Это я отвечаю студентам. И в милиции вел занятия. Три радиопрограммы. Там все есть абсолютно. Сайт. А если напишите во свете Библии. И напишите форум. Зайдете на форум. Это 1602 темы. В полноте раскрытые. Там и видео. Ну там все. А если в мой мир зайдете. Игнатий Лапкин зарядить. Там 22 тысячи наших фотографий только. Наших. Как мы деревню православную строим. Как вот я был начальник детского лагеря. 45 лет. Мной организованный лагерь. Тысячи детей подняли. И государство ни рубля нигде. Я не в университетах. Я нигде не получал ни копейки. Я все делаю для Бога. Бог так полагает. Вам будет интересно. А если по скайпу вздумаете. Побеседовать. Вернусь. Просто в скайп зайдите. Напишите Игнатий Лапкин. И вы на меня выйдете. Я один с этой фамилией. Понял. Вам будет очень интересно. Может быть вопросы подкопите. Но только внизу сразу напишите. Что мы в рулетке встречались. Все хорошо. Я вас понял. Еще что-нибудь у вас есть? Да у меня и не было вопросов. Я говорю просто желал поговорить. Ну и неплохо это дело мы поговорили. У нас все выставляется в интернет. Если вы зайдете. И вы увидите как мы с вами разговаривали. Да. Да. Вот. Смотри. Да ладно. У нас ничего плохого не было. Вам не стыдно будет самого себя послушать? Да это понятно. Я не любитель быть знаменитым. Ну что мы говорим о своей жизни. Мы же все умрем. Надо приготовиться к смерти. А это возможно только через Христа. Ангел-хранитель поведет нас по мытарствам. Пройдем мы их или нет? А это 40 дней душа идет 20 таможен. На одной язык матерки. На другом пьянство. На третьем блуд. Но как правило не смерти нужно бояться. Если тебе есть. И если ты чем-то дорожишь в этой жизни. То блин. Тебе будет там очень тяжело. То есть как бы да. В духовном плане. Правильно. Поэтому нужно в первую очередь задуматься о Боге. То есть как бы ты поживешь жизнь с ним. Не будешь задумываться о машине, о доме, о кучу денег. А будешь думать о нем. То есть соответственно тебе не страшна будет смерть. То есть тебе терять в этой жизни все равно нечего. Поэтому для каждого по-разному. Кто-то боит смерть, а кто-то нет. Потому что это как бы преграда по ту сторону жизни. Хоть никто конечно ее не знает. Как бы все там описывают по-разному. Но все равно у каждого третьего человека. Каждый надеется на то, что жизнь после смерти есть. Как бы да. Как и последовал это Иисус Христос. То есть Он воскрес. И последовал. Так показывают природы. То есть осень это как бы уже. Ну осень-зима. То есть это как бы уже старость. Там да. Смерть. А весна это уже возрождение жизни. То есть опять зелье. Опять вот это вот все. То есть это как бы вполне нормально. Поэтому не стоит, я думаю, бояться смерти. Человеку тому, который верит в Бога. Видите, Христос сказал. Кто следует за Мною, а себя не отвергся и не взял крест, не достоин меня. Поэтому первую ступень – свое ярость общи. Вот эти привязанности – это все временное. Второе – возьми крест. То есть безропотно неси. Болезнь, парализовал, а в плен попал. Бедный. Все делай с благодарением Богу. Сразу ты ничего не изменишь. А на душе тогда тебе легко. А врачи сегодня говорят, от переживаний, нервных средств, там чуть не все болезни. Это нервная система. А и третье – следует за Христом по его заповедям. Он говорит, кто любит меня, соблюдите мои заповеди. Она и жизнь в этом мире уже другая, чем без веры. А без веры он все время злобится, на кого не знает. Ну что, если ничего нет, будем прощаться. Всего доброго. Вас как звать-то? Богдан. Богдан? Да помилует вас Богдан Господь. Благословит. И всю истину откроет. Знаете только, вне православия не ищите ничего. Православие – это совокупность целомудрия. Это стыдливости, красоты, обширности. Это все. Не смотрите, что там на патриарха говорят. Нам за собой надо смотреть. Раз он на высоте. А не разница. Они между собой решают проблему. Туда мне лезть не стоит. Не надо. Своей душой занимайся. Нам надо молиться и за патриарха, и за президента, чтобы мир продолжался. Как правило, говорят, в чужом глазу бревно видно. Вернее, в... Сучок, сучок, да. Сучок видно, а в своем бревно не видел. Вот так оно и есть. Вот у меня... Я с вами говорю, и... Ну, как будто хорошо. А против меня столько врагов. Я недавно посчитал роликов. С моих роликов берут. Выдарят. 220 роликов только в интернете против меня. А мне какая разница? Они ничем не занимаются. Вокруг мои колокольни бегают-то. У них ничего нету. Иначе бы откуда они материал брали? А раз я его ставлю, я в этом не вижу для себя ничего. Но они переворачивают себя, как вверх ногами. И все. Только могу пожалеть. Сказать, Господи, прости им это безумие. Не помяни им на суде Божьем. Они не знают, что худо творят. Безусловно. Ну что, смотрите на наш YouTube. Заходите. Посмотрите на себя. YouTube, я вам сказал, как в Осетии Библии, Игнатий Лапкин. Понял. До свидания. Всего доброго. Богдан, храни вас Господь.